Приветствую вас, интернациональная аудитория! На канале Каменный Успех. Дома из камня. И сегодня мы посмотрим видео, как мы колем камни. Если на вашем участке или дворе лежит валун, или просто вам необходимо заготовить камни, вам с этим придется столкнуться. Это тоже самое лицо. Как создать камни? Только колоть по схеме, которую предлагаем мы вам. У меня сейчас в данный момент 5 клинек. Такой массивный камушек. Мне его нужно расколоть. Сами клинья на 16 мм. То есть засверливать мы будем, скажем, 10-12 см в углу. Для того, чтобы когда вот этот клинок заходит, расклинивает, чтобы он не ударялся дна. Поэтому будем сейчас засверливать 5 отверстий. Сделаем. Сперва я беру мелкое сверло. Потом я прохожу покрупнее сверло. Вот таким. Ну что, поехали! В этом деле мне понравилось, как камни трещат. Когда их колешь, вот эти камни, они самые жесткие. Их невозможно разбить кувалдой. Я загоню 4 свины. То есть вот так выставляем ровно. Вот. У меня не может пропустить. Не знаю, ничего. Забивать клинья. Необходимо, чтобы они были по прямой линии. Чтобы ваш камень кололся ровно. Можете взять кусок достки и засверливать отверстия. То есть, чтобы это было, насколько возможно, ровно. Если у вас там отклонения какие-нибудь, это не страшно. Нужно дать отстояться, чтобы камень глотнул воздуха. Через 10-20 секунд он начинает трескать. Слышите? Я думаю, что еще вкусно на камеру. Слышите. Правда, я не посредине брал, а по кускам. Берем простую монтировку. Загоняем, если это возможно. Или, так сказать, керку, ику. Вот как она называется по-русски. Вот так, если что. Вот. Отлично. Слины вытягиваем клинья. Ложим в безопасное место. И потом думаем дальше. Отлично. Разошелся, лопнул. Мне даже нравится. Сейчас я могу вот так засверлить. В этом деле очень важно, чтобы ребра клинья были по одной линии. И тогда начинать колоть. Потому что если у вас один клин будет ребром по линии, второй наоборот, как лебедь, рак и щука, то каждый клин будет тянуть в свою сторону. В конце концов, ничего не получится. Треск. Камни трескают. Какие размеры глыб можно колоть свинами? Там не имеет значения. Там может быть и большая глыба. Единственное, что если глыба твердая, она легче колется, чем глыбы мягкие. То есть, насколько мягче камень, и насколько его тяжелее колоть. Чем больше плотность, тем он красивее колется на большие куски. Камни, если мы хотим вот так расколоть, значит, мы ставим свину, то есть, наш клин, именно по направлению, то, как мы хотим расколоть. Вот такой камень. Видите, практически готов. Здесь немножко обрубываешь, и здесь немножко. И все. И готовый камень для кладки. Гиаметр клиней от 14 миллиметров и, наверное, до 32 миллиметров. Я точно не знаю, но приблизительно как-то так. Немножко пошел, как захотел, в сторону, но при этом раскололся. Пять клиней. Видите, как? Как делают свое дело. Здорово! Смотрите. Сейчас уже трудностей не будет. вот четыре свины, четыре клинка. раскалывает вот такую голыбу. Что я хочу сказать об свинах на 25. Естественно, электрическим компрессором немножко сложновато делать отверстия. Причем камень очень жесткий, не так легко идет все это дело. Сейчас попробуем еще одно отверстие сделать. Да. Все-таки лучше всего компрессором делать на 16 отверстий. Какими свинами клиньями лучше работать? Всяческие клинья хороши. Мелкими клиньями хорошо работать с маленькими булыжниками, большими клиньями, хорошо работать с камнями. То есть, если мы будем маленькие камни колоть большими клиньями, то мы будем терять время, и потом вот эти отверстия слишком большие, они не совсем хорошо смотрятся. Поэтому здесь все зависит от того, какая у нас работа. Так как вы видите, на нашем участке не было электросети, то есть мы работали от генератора, поэтому работали большим свертлом, и все как-то не клеилось, когда мы брали клинья на 25 миллиметров, у нас основная проблема получилась в том, что припоратор не совсем хороший, как-то он грелся, перегревался, непонятно почему, и потом сам генератор не совсем хорошо работал, поэтому нам немножко не повезло с этим. Только из Китая свеженькие свины клинья пришли на 16, начиная медицинские клинья. Сами клинья стоят очень дешево, по 3 евро и за клинья. Дорогая пересылка, и потом НДС за эти клинья, он стоит в 2 раза дороже, чем сами клинья. Мы заказывали в Гресле, поэтому нам обошлось дороговато. Вам же может обойтись копейки. Развернули дырку, сам клинья вытащили, насколько возможно наружу, и только потом вставляем, вставляем, чтобы клинья остановился по той траектории, как вы хотите отбить камень. Затергивать нужно в 2 раза больше, чем сама свина. Когда наша свина упрется, так сказать, вглубь потолок этот, чтобы она не согнула ее, чтобы здесь не распущивало, поэтому нужно сцеплить, скажем, для вот таких спин, 16-миллиметровых, калибр, где-то 10-11 сантиметров, вот как вот этот. Видите? Даже 12, вот, вот я сцеплю. Чтобы она свободно себя чувствовала. Сцеплю. Вот как, олег, загады. Вот так всегда бывает, неопытно спотянуть, поэтому нужно, нужно, засвертливать, и хорошо. Вот этими свинами, даже самыми мелкими, удобно работать, колоть даже самые непредсказуемые, самые большие камни, для того, чтобы можно было создавать определенное лицо, скелет, на что они не могут сделать. и что на него кладется. Самый оптимальный вариант, это то свердло, которое нам легко достать, 16-18. Этими клиньями, можно обработать очень много камней. Когда камень нереально расколоть валун, он зализанный со всех сторон, ты его молотком, кувалдой будешь долбить, долбить, а он никак не слушается. А вот клиньями, ты его раз, расколол напополам, и у тебя сразу лицо. Ты уголки просто отбил вокруг и около, и все. Поэтому клинья очень выгодные, очень удобные. И кто профессионально занимается этим делом, им необходимо просто покупать такие клинья, как у нас. Мастера и заказчики, заходите к нам на сайт, смотрите новые идеи, стройте из камня, мастера, зарабатывайте на камне!